МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». В нашей жизни немало событий, но в последнее время любая информация, которая заслушивает маломальское внимание журналистов, пропускается сквозь призму предвыборного периода. Интрига последних недель, кто станет президентом страны. И пока кандидаты, которых 12, борются за избирателей, у самих избирателей немало собственных вопросов. Наша профессия журналиста замечательна еще и тем, что сбор информации и подготовка материалов дает возможность буквально почувствовать пульс страны, градус политических настроений. Об этом не только поговорим с гостем сегодняшней программы. С удовольствием представляю. Роберт Западинский, главный редактор еженедельника «Коммерсант.Инфо». Здравствуйте! Добрый день! Спасибо! Ну, предвыборный период, пора опросов. Следите за ними. И насколько они очевидны или сколько они соответствуют вашим представлениям? Или, может быть, той ситуации, которую они пытаются описать своими исследованиями? Перед началом выхода в эфир мы как раз с вами говорили на эту тему. И должен сказать, что опросы – это сегодняшний, будем говорить, бренд нашего времени. Без него не обходится ни одна избирательная компания. С некоторых пор опросы носят, можем даже говорить, какой-то заказной характер. Та или иная кандидатура или та или иная политическая сила заказывает опрос в надежде, с одной стороны, узнать правду, с другой стороны, немножко приподнять уровень своего движения или своего кандидата. И, в принципе, люди к этим опросам, да и сами участники избирательной кампании, относятся немножко снисходительно. Но, тем не менее, у нас есть очень серьезные агентства, которые занимаются опросами, которым удается действительно проделать огромную аналитическую работу с тем, чтобы действительно предсказать те результаты, которые мы потом получаем. Так было, например, когда шла борьба за должность башка на Гагаузе. И буквально за две недели фокус-группа социологов, которая провела опрос, я участвовал вместе с ними в работе, и мы выступали на телевидении. Меня поразило, что все данные, которые были проведены за две недели до начала избирательной кампании, они буквально в точь-точь показали тот результат, о котором мы говорили две недели назад. Это связано с тем, что… А как его победило, но я должен сказать, что я видел, как работают настоящие социологи, я видел, что они действительно почти со всеми, кого опрашивали, встречались лицом к лицу. Это не был вопрос по телефону, это не был вопрос какой-то заочный, это был вопрос конкретных людей, конкретных местностей, где компактно проживают люди разных национальностей и так далее. И поэтому я думаю, что обработка этих данных и, будем говорить, не заказуха, что никто им не заказал, дало возможность нашим социологам сделать действительно очень верный вывод из всего, что происходит. Сегодня тоже звучат очень многие опросы, одни говорят, что они отвечают действительностью, другие говорят, что нет. Тем не менее, я с нетерпением жду, когда в ближайшее время очень надеюсь, что появится опрос БОМа, который чаще всего отображает истинное положение дела в республике. Не знаю, это, наверное, все-таки заслуга тех людей, которые сегодня работают в этом бюро, и буду надеяться, что мы услышим, наконец, кто победит. Но тем не менее, если говорить так откровенно, и потому, как складывается обстоятельство, одно точно, что впереди нас ждет второй этап выборов, что быстрее всего на финишную прямую придут два лидера. С одной стороны, это будет лидер партии социалистов Игорь Дадон, который по всем опросам проходит, проходит, как его набирает больше всех очков. С другой стороны, это будет лидер демократической партии господин Марьяна Лупу, которого только за последние две-три недели, не знаю, за счет демографов и социологов, а может быть, действительно, как бы мобилизовав весь свой административный и партийный ресурс, демократы действительно пытаются вывести своего лидера, ну, по крайней мере, на должный уровень, чтобы он, по крайней мере, хорошо выглядел. В одном из запросов Майя Санду его обогнала, буквально. Хотя, опять же, здесь, если уже говорить о Майе Санду, интрига такого характера говорилась, что так называемая правая оппозиция подготовит своего единого кандидата. Но, тем не менее, заявления звучали, все зарегистрировались. Сейчас ждем, опять же, результаты политсоветов, что решат ЛДПМ, платформа «Да» и партия Майя Санду. Вы знаете, Станислав, ведь ситуация действительно, как вы говорите, неоднозначная, и я бы сказал, в какой-то степени тревожная. Ведь, по сути дела, до окончания избирательной кампании осталось две недели. Одни депутаты, а их 5 человек, которые активно участвуют в избирательной кампании, и мы чувствуем их, а их всего 12, остальные пока только становятся на путь избирательной кампании. Как будут складываться эти последние две недели, конечно, покажут события. Я думаю, что события будут развиваться неоднозначно. Мы уже слышали, что правая оппозиция решила все-таки объединиться, вынуждена кандидата, как это будет проходить, каким образом состоится перегруппировка избирательного поля, как будут выглядеть действительно результаты той же Майи Санду, при условии, что она станет лидером правых. Поэтому сегодня очень трудно предугадать, но ситуация действительно вызывает тревогу не только у граждан Республики Молдова, но и у наших внешних партнеров по развитию. Потому что они бы тоже хотели бы уже получить какой-то однозначный результат, чтобы можно было спокойно работать. В связи с этим могу сказать, мне очень понравилось на недавней встрече с посолом Соединенных Штатов господин Петит заявил, что они внимательно наблюдают за процессом, происходящим в Республике Молдова, и что того кандидата, которого изберет молдавский народ, с тем кандидатом они будут работать, несмотря на всякие политические ситуации. Это ответ дипломата. Будем ждать результата. На ваш взгляд, вот такая перегруппировка на правом фланге, я имею в виду правая оппозиция, она может стать сильным ходом для объединения усилий, для того, чтобы продвинуть своего кандидата. Или может быть это каким-то образом может привести к тому, что этот ход окажется провальным? Вы знаете, я хотел бы сказать, история доказывает, что всякая прогруппировка, когда все находится в движении, она желаемого результата не дает. Процесс был развернут, процесс вошел в свою колею. И вот сейчас мы слышим, что этот процесс надо перестраивать. Я не думаю, что… То есть изначально, мне кажется, надо было сразу зайти с кандидатом. Сейчас эта перестройка, она в конечном итоге не даст возможность правам набрать те очки, которые она хотела бы набрать. Но будем говорить откровенно, в конечном итоге получается, что социологи, которые сегодня огласили свои результаты, 100% правы. Во второй тур выйдут господин Дадон и господин Лупа, чтобы мы сегодня об этом не говорили. Потому что вот эта перестройка правых, она, по сути дела, я думаю, отодвигает их от конечной цели. И я не думаю, что они смогут войти в двойку лидеров. Отчасти вы на этот вопрос ответили, но все-таки его задам. Возможно ли, что так будут складываться события, или так сложатся выборы, что все произойдет в первом туре? Вы знаете, меня, конечно, для республики было бы хорошо, если бы все решилось в первом туре. Любая избирательная кампания, вы же видели, как долго мы к ней шли. И все это время, будем говорить откровенно, государственные структуры, по сути дела, не работали на полную катушку. В республике накопилось очень много проблем и в области экономики, и в области образования. Ну, просто трудно говорить, потому что все в ожидании, кто будет, как дальше будут развиваться события. Вы прекрасно знаете, что у нас именно построено, все построено на этом. И, конечно же, хотелось бы, чтобы в первом туре мы уже определились и знали, что вот мы идем по такому-то пути, по такой-то программе. Программу мы только сейчас стали знакомиться с программами тех, кто идет на высокую должность президента. Недавно мы знаем, что огласил свою экономическую программу Игорь Дадон, мы знаем, что со своей программой выступили и другие некоторые участники избирательной гонки. Но что меня отревожит, что мы до сих пор не получили сравнительного анализа. Мы не получили квинтэссенцию этих программ, чтобы точно сказать, что будет главным в ближайшие годы в развитии нашей страны. А не имея такого четкого плана, конечно, возникает тревога и другая тревога. Как будем жить дальше? Впереди нас ждет суровая зима. Если учесть стоимость и что НРЭ опять нам угрожает, что вырастут тарифы на тепло и электроэнергию. Если учесть, что у нас очень много людей, которые не имеют где работать, то возникает вопрос, как мы будем жить. Я достаточно внимательно прослушал выступления кандидатов, в данном случае из двойки лидеров, будем так говорить. И пришел к такому выводу, что здесь такая определенная борьба концепций. Если, например, Игорь Додон говорит о том, что нам нужно начать с экономики, а уже ее будет, эту экономику обслуживать, политика. То есть нам нужны рынки сбыта, это Восток, значит, соответственно, надо строить политику. То когда выступает Мариан Лупа, он говорит, что нас интересует проевропейское развитие. То есть политика здесь главная, а уже дальше экономика будет подстраиваться под то, что мы предлагаем сегодня в стране. И вот, ну вот как вы думаете, какая концепция способна привести к победе? Вы знаете, вы затронули очень такую больную тему. Я тоже считаю, что экономика должна идти на два шага впереди политики. Потому что, в принципе, экономика и диктует ту политику. Если государство успешно, значит, у нее и успешная политика. И имеется в виду, что она успешна в экономике. Сегодня у нас экономикой никто серьезно не занимается. Я должен сказать, что такие попытки со стороны Демпартии были. Мы знаем, что не так давно по инициативе вице-президента Демпартии господина Плахотнюка был проведен экономический форум, в котором приняли молодые предприниматели Республики Молдова и так далее. Я знаю, что недавно состоялся международный бизнес-форум одним из инициаторов, в котором была и наша газета. И мы посмотрели, как он проходил. Сказать, что нас вдохновили его результаты, я бы такого не сказал, по той простой причине, что мы не почувствовали того большого интереса, который, в принципе, должны были проявить к этому форуму наши внешние партнеры. И вся надежда сегодня, что все-таки к власти в Республике Молдова придут прагматичные люди. Люди, которые знают экономику, владеют ситуацией и имеют уже наработанный свой план вывода экономики Республики из ступора. Тот, кто придет с таким планом, того ждет, конечно, большой успех. Но будем и помнить и о другом, что сегодня так уж сложились обстоятельства в жизни нашей страны. Не хочется, как говорится, опускаться до уровня всех этих... Да, и сгущать краски без поддержки наших внешних спонсоров. Появление новых инвесторов, я думаю, что мы сами с этой ситуацией не справимся. Понимаю. Ну вот, если еще затронуть тему выборов, опять же, очень много говорится о геополитике одними конкурентами. Другие в своих предвыборных речах говорят наоборот, что сегодня надо решать не геополитические вопросы, а вопросы социального неравенства, экономических проблем. И вот в данном случае избиратель, придя к уровню, он будет опираться на что? На выборе геополитического характера? Или, наверное, будет думать о социальных своих проблемах? Вы знаете, так довелось, что как раз перед этой передачей я побывал в Москве, да и в Кишиневе встречался с руководителем целого ряда дипломатических миссий, аккредитованных в Кишиневе? Вы знаете, в основном звучит совершенно другой посыл. Все эти разговоры о геополитике, мне кажется, что они не имеют под собой никакого основания. Мы должны в первую очередь выстроить нормальные взаимоотношения со всеми нашими соседями. Мы должны в конечном итоге заняться вплотную нашей внутренней жизнью. выстроить ее так, чтобы мы были притягательны для тех, кто хотел бы сюда прийти жить и работать. Мы должны наконец-то поставить точку в борьбе с коррупцией, хорошую точку, жирную. Для того, чтобы действительно навести порядок в стране, мы должны в первую очередь разобраться с коррупцией. Если мы разберемся с коррупцией, если у нас исчезнет кумоство, куматризм или как он там называется и так далее, то, конечно, в республику придут и инвестиции. Это же особенности национального характера. Тут надо бороться с самим собой, получается. Ну, я не думаю. Понимаете, я вообще, понимаете, меньше всего хотел бы, чтобы мы привязывались к какому-то национальному характеру. Не верю, что это национальный характер. По одной простой причине. Вы знаете, я всю жизнь прожил в Молдове, я всегда восторгался трудолюбием нашего народа. И, должен вам сказать, такая вот была интересная контрастность. Как только ты покидал пределы республики, ты попадал совершенно в другие места. У нас всегда в республике были прекрасные поля, ухоженные сады. У нас было на подъеме сельское хозяйство. Сегодня, когда едешь и видишь, сколько земли не обрабатывается, сколько вывезено из сева оборота и так далее, понимаешь, что когда видишь разрушенные, построенные животноводческие комплексы, которые когда-то приносили славу республике, и многое другое, понимаешь, что вот это вот запустение и нежелание работать на родной земле, оно и порождает вот эту нищету и бедность. А геополитика, вы знаете, я очень часто говорю, да, Молдова очень маленькая страна, точка, но она может быть болевой точкой. Но для того, чтобы она не стала болевой точкой, у нас должны быть нормальные взаимоотношения со всеми партнерами, с которыми мы работаем. Нельзя одних выделять, других приближать и так далее. Мы должны нормально выстраивать свои отношения. Ведь будем говорить, в 2003 году, после неподписания меморандума Козыка, когда мы потеряли российский рынок, я считаю, что это была самая большая трагедия, которая была организована тогда правящей партией коммунистов республики Молдова. Потому что нельзя было потерять рынок. И бывает очень часто, не только виноделы, и очень часто бывает за рубежом. Я вам должен сказать, вот наши соседи турки, они не мечтают о рынке, о российском рынке. Наши другие соседи, они все рвутся на российский рынок. Я вам приду такое простое пример. Чехословакия. Турецкая мечта, мне кажется, вот-вот уже практически реализовалась. Вот, прошу, расскажу такую историю очень интересную. Я, например, узнал, что российское посольство в Праге открыло школу с преподаванием на русском языке. И желающих поступить каждый год, где там устраивается конкурс, 12 человек на место. А если вспомнить после 1968 года, когда никто в эти русские школы не собирался поступать, и все, что исходило из России, из Советского Союза, просто-напросто игнорировалось. Когда я стал разговаривать в Праге, почему такое интересное, они говорят, мы же мастерская Европы, и нам нужно сбывать свою продукцию. Россия – это та страна, в которой наша продукция всегда востребована. И это так. То же самое случилось и с Молдовой. Мы не имели права потерять этот рынок. Я не говорю, что мы должны, грубо выражаясь, под кого-то лечь. Но мы должны выстраивать свои отношения, долгосрочные, нормальные и так далее. Ведь, будем говорить, за годы, когда Молдавия находилась в составе СССР, она выработала в России к себе стабильные отношения. Она считалась житницей, потому что здесь делали самые лучшие консервы, здесь выращивали самые прекрасные фрукты, здесь делали самые прекрасные вины. Сегодня, конечно, грустно наблюдать, что в России подают чилийские вины, южноафриканские вины, даже австралийские. А бутылку молдавского вина можно купить только в буфете посольства Республики Молдова. Роберт, вы по роду своей деятельности общались практически со всеми президентами нашей страны. Первым, вторым, третьим, четвертым. Я думаю, все так сложится и с следующим президентом будете общаться. Но, на ваш взгляд, каждый из них соответствовал тому времени, в котором он, когда он пришел к власти, это был ответ, не знаю, ожиданий народных или депутатских, когда избирали президента уже потом. Или все-таки это, ну, знаете, как говорится, нужное время оказался в нужном месте. Вы знаете, я уже не помню, Мирче Ивановичу или Петру Кирилловичу принадлежит, что не было такой школы, где готовили бы президентов. Каждый приходил со своим житейским опытом, со своим видением. Очень многое зависело от того, где человек учился, где он во время, находясь на той или иной должности, бывал, что ему удалось повидать, но самое главное, мне кажется, это желание постоянно что-то открывать и учиться. Я, вы знаете, вспоминаю те годы, мы очень часто ругали Первый парламент, писали, что там собрались люди, которые чего-то не понимают и так далее. То по сравнению с нынешним парламентом, по сравнению с Первым, мне кажется, что Первый парламент, это было просто умнейшие люди. Потому что мы не будем говорить, они не придумали Конституцию, я понимаю, что они где-то что-то взяли из других Конституций и так далее. Но они заложили основу. Если бы эту основу мы нормально, творчески развивали, мы бы сегодня жили в другой стране. Сегодня же мы слышим совершенно другие разговоры, что нужна перезагрузка, что должны прийти в политику новые люди, что люди устали от одних и тех же людей, которые постоянно крутятся то в парламенте, то в правительстве, то в президентуре. Может быть, действительно нам нужно обновление? Вы знаете, почему еще смотрю с интересом на эти выборы? Мне показалось, что эти выборы, они как раз и могут стать тем поворотным моментом, когда все-таки республика выйдет из своего движения. Ведь, как вы знаете, мы начали с соцопросов. Все соцопросы показывают, что большинство граждан заявляет, что республика движется не в том направлении. Может, с учетом выбора нового президента мы, наконец, уже выберем тот путь, по которому мы двинемся к благоденствию в своей стране. Для того, чтобы не мы завидовали кому-то, а нам завидовали, что мы живем в такой прекрасной стране, как Республика Молдова. Понимаю. Все-таки мой вопрос по поводу глав государства. Глава государства, вы знаете, это несравнимые вещи. Каждый по-своему наш президент был интересен. Если Эмир Иванович, он был, как говорят, люди, знающие его, человеком от земли, прекрасно разбирающимся в сельском хозяйстве, в психологии нашего агрария, а мы аграрная страна, и у нас в основном все жители на тот момент были связаны с сельским хозяйством, то он был, конечно, своим человеком для того времени. Петр Кирилл очень нос совершенно другие вещи. Это интеллектуал, это человек, которому были интересны какие-то другие возможности. Каждый из них что-то обещал нашему народу. Я вспоминаю, что когда избрали Петра Кирилловича Лучинского, многие думали, все, наступает новая эра. Но почему-то мы все равно скатились вот в эту наезженную колею, из которой мы по сегодняшний день не можем выйти. Я вспоминаю, сколько радостей было у людей, когда к власти пришел Воронин. Я, если говорить, если их сравнивать, всех троих, то могу вам сказать, что у Владимира Николаевича, единственного президента, был самый большой шанс что-то изменить в нашей стране. Почему? Потому что он опирался на большинство в парламенте, потому что любая его инициатива, а у него была прекрасная программа, с которой он пошел на выборы. Если бы сегодня те положения, программы, которые он озвучил во время избирательной кампании, были предварены в жизнь, у нас бы не было бы многих проблем, которые мы сегодня никак не можем разрешить. А если уж говорить так откровенно, не потому что я не питаю какой-то патологической нетерпимостью по отношению к Воронин. Я считаю, что многие проблемы, которые сегодня не могут разрешить в Республике Молдова, они заложены третьим президентом нашей страны Владимиром Ворониным. Ну вот вы сказали такую мысль, что тот или иной очередной президент, попадая в кресло главы государства, он попадает, несмотря на все свои обещания, планы жизненные и политические, он попадает в определенную колею, из которой выбраться или перенаправить эту колею практически ни одному из них не удалось. сегодня в эту колею вступит, ну буквально, ну сколько нам осталось времени ожидать, ну допустим, даже со вторым туром, продлится это все месяц, мы будем иметь президента, наконец-то будем выбирать его сами. И этот политик, он окажется вот в жерновах этой колеи или сумеет, или вот нужен характер, чтобы изменить, потому что ведь смотрите, да, соцопросы, которых вот вы упомянули, и тема, с чего мы начали, говорит о том, что мы движемся не туда, недовольство людей зашкаливает, которые отрицательно оценивают нашу с вами жизнь, ну жизнь республики, а количество людей, желающих уехать, ну тем более, превышает, наверное, возможности транспорта. И в будущем у главе государства предстоит решить главный вопрос, первое, вернуть этой стране, ну, будущее. Это, наверное, надо будет как-то, ну не знаю, понять, но опять же, находясь в кресле президента, ты становишься заложником той колеи, в которой была проложена, ну смотрите, предыдущими такими сильными, достаточно политическими креатурами. Вы знаете, Станислав, я могу с вами согласиться, и в то же время не согласиться, в чем я не согласен с вами? В основном то, что попадает действительно в жесткие жернова того правления, которое ему достается в наследство, но с другой стороны, если нет политической воли, настоящей политической воли и желания работать на свою страну, то, конечно, легче всего опустить руки и спокойно двигаться по накатанной колее. Я в связи с этим хотел вам напомнить, такой интересный случай рассказать. Я думаю, что это, по крайней мере, тот пример, как можно выстраивать свои отношения. Я хорошо помню, как Владимира Николаевича Воронина избрали президентом страны. Рано утром он приехал к премьер-министру Брагишу, как раз находился у него в кабинете, и говорит, что Дмитрий Петрович принял дела, а с севера лежит без света, нет света и так далее. И Брагиш ему говорит, вас Чубайс, который возглавляет энергетику в России, поздравил с избранием президента? Он говорит, да. Он говорит, я сейчас наберу его мобильный, поблагодарите его за поздравление и попросите его, чтобы он помог нам справиться с этой аварией. И действительно, этот разговор состоялся при мне в кабинете. Он позвонил Чубайсу, поблагодарил его за поздравление в связи с избранием его на пост президента и сказал, что вот у нас такая-такая ситуация. К вечеру сюда прибыл самолет с бригадой электроэнергетиков, которые в конечном итоге до конца, к утру уже, как говорится, весь север Молдавии обратно получил электроэнергию. Это был в тот день, когда обледенение, были оборваны все провода и так далее. И это все было сделано. Значит, правда какой-то невероятный подход. То есть мы нашли выход из положения. И я думаю, что, вы знаете, я когда вспоминаю первые годы нашей независимости, и бывая на различных встречах и за рубежом, и в республике, никогда, вы знаете, всегда чувствовал какое-то особое доброжелательное отношение к нашей стране людей из разных стран мира. То есть никогда я не чувствовал какого-то негатива и нежелания нам помочь. Нам все готовы помочь. Мы должны просто воспользоваться вот этой симпатией, вот этим желанием для того, чтобы в конечном итоге не стать, я имею в виду людьми, которые надеются на что-то помочь, а рука об руку решать наши проблемы. И мы бы давно многие свои проблемы порешали бы на сегодняшний день, если бы мы действительно конструктивно работали со всеми нашими соседями, со всеми нашими партнерами, которые готовы с нами работать. Понимаю. Вот есть ли еще затронут тему выборов. Смотрите, избирательная кампания как-то проходит достаточно или недостаточно активно. Мы видим представление, будем говорить, первой пятерки или там, не знаю, я так сказать, кандидатов. А остальных, с остальными мы знакомимся, когда взглядываем билборды на улицах, слушаем радиорекламу избирательную, но как-то не ощущается вот этого хождения в народ. Чем это вызвано? Тем, что все будет откладываться на последние дни, когда, как кажется многим, именно эти дни являются решающими в выборе избирателя. Мне кажется, что новый регламент избирательной кампании, он, конечно, сократил сроки знакомства с теми, кто решил сразиться за пост президента. Ведь поймите такую вещь, до 30-го числа принимались документы всех тех, кто хотел принять участие. Многие 30-го сдали по регламенту. Вот эти документы рассматриваются в течение 7 дней. Регламент был выдержан. Действительно, сдав 30-го числа, в четверг, ведь во второй плане дня, центр избирком объявил, кто допущен и кто не допущен. Значит, эти все, кто пришли, кроме этой пятерки, все были допущены с опозданием на неделю. Вот они пришли, у них там была очень большая работа. Им надо было открыть счета в банке. Там много такой есть работы, о которой избиратель даже не подозревает. Это организационная работа. И, по сути дела, вот только сегодня мы с вами находимся перед выходом на прямую линию. Почему я и сказал в начале нашей встречи, что основные события развернутся вот за эти две недели, которые нас и подведут к избирательной программе. Здесь можем ожидать много всяких неожиданностей. Это и появление компроматов, и каких-то заявлений, и многое-многое другое. Почему? Потому что в конечном итоге, как мне кажется, многие из тех, кто сегодня принимает в избирательной президентской гонке, они не столько нацелены на победу в этом туре, они смотрят на 2018 год, когда будут парламентские выборы. Для многих из них это возвращение в политическое поле Республики Молдова. Поэтому в основном, я думаю, все-таки конкурировать между собой будет где-то в районе, как вы сказали, 4-5 человек. Это те, которые действительно настроятся на то, чтобы стать президентом нашей страны. Все остальные, я думаю, это проба сил, это желание самоутвердиться для того, чтобы потом можно было легко перекинуть мостик в избирательную кампанию, которая будет парламентская через два года. Но есть еще и другой вариант. Мы ведь не знаем, ведь будем говорить, избирательная кампания, как и футбольный матч. Мяч круглый, никогда не знаешь, чем закончится. Неожиданно. Плюс стратегия команды. Да, и стратегия команды. Дело в том, что в этой избирательной гонке, как мы с вами заметили, участвуют люди, которые заявили, что в случае, если они станут президентами, они будут президентами одного указа. Один указ этот будет посвящен только одному – распуску парламента, назначению новых досрочных выборов и президента, и парламента. Может, многие хотят попробовать себя сейчас, чтобы в следующих выборах показать всю свою подготовку и прыть, занять этот высокий пост. Ну, может быть, здесь в основе всего этого лежит технология, которая диктует желание кандидата опираться на политическое, будем говорить, на политических тяжеловесов в парламенте, на то, что у тебя будет в парламенте своя поддержка, иначе ведь… Я с вами полностью согласен. Вы знаете, я с большим уважением отношусь к нашим независимым кандидатам в президенты. Действительно, надо иметь гражданское мужество, не иметь за плечами хорошо организованного политического движения, отправиться в такую вот гонку избирательную, которая имеет много всяких нюансов, и положительных, и отрицательных. Тем не менее, вы правы, если даже провести, что вы представим себе, что произойдет чудо, и изберут независимого независимого человека, у которого нет за плечами ни партии и так далее. А как же он будет выстраивать свои взаимоотношения с парламентом? Как он будет выстраивать свои взаимоотношения с правительством, если он не будет иметь, как вы говорите, большинства? Почему, когда мы с вами говорили, вы задали вопрос, кто из президентов мог бы быть более результативным? Я вам сказал, что таким президентом мог быть только Воронин, потому что у него было 71 депутат в парламенте, и свою программу он действительно мог исполнить, потому что он опирался на большинство в парламенте. То есть, там, где не проходил он, там проходил парламент. Ну, известно, у истории нет сослагательного наклонения. Да, сослагательного отношения нет. Я имею в виду не наши с вами личные ожидания, а вот ожидания граждан страны. Я вам скажу, что ожидания... Говорить об ожиданиях очень трудно сейчас. Если честно, то народ разуверился в нашей власти. Вы правильно сказали, что народ массово покидает страну. По статистике, где-то до 100 человек в день уезжают на ПМЖ, и сейчас больше очередений в министерстве, где выдают за гарант паспорта различные, как его, управления народного образования, чтобы снять с учета детей, потому что, если раньше человек уезжал на заработки и не брал с собой семью, то сегодня большинство наших граждан уезжает по-настоящему на постоянное место жительства. То есть, забирают с собой и домочадцев. Это очень сильно настораживает. Поэтому сегодня тот, кто придет, я думаю, что ему придется трудиться 24 часа в сутки, и в конечном итоге очень важно, какая команда у него будет. Тот, кто будет иметь команду здравомыслящих экономистов, тех, кто сумеет действительно возродить экономику, того ждет, конечно, большой успех. Может быть, мы тогда добьемся, что те люди, которые уехали, захотят вернуться обратно в Молдову и трудиться здесь. Ведь сегодня самая большая проблема для любого работодателя в Молдове – это найти профессионала на ту или иную должность. Мы можем о чем угодно говорить, но сегодня очень трудно найти действительно людей, которые могли бы завтра выйти и начать работать. И это по таким специальностям, по которым раньше мы не искали. Мы сегодня имеем в этой маленькой стране, как мне сказали, где-то около 37 высших учебных заведений. И основные из них, основные студенты – это люди, которые получают образование юриста или экономиста. Я думаю, что столько юристов и экономистов нашей маленькой республики не требуются. Нашей республике требуются люди, которые умеют быть сварщиком. Должен быть какой-то социальный заказ. Какой-то социальный заказ. Его нет. И регулировать его, мне кажется, тоже должно быть. Более того, хотел вам сказать, за эти годы просто самых лучших вымели. Ведь, будем говорить, Молдаванин всегда любил строить. И гагаузы относятся к этой же категории. Недаром в гагаузе шутят, говорит, по тому, как выглядит дом, можно сказать, сколько раз этот человек был за всю свою жизнь в отпуске. Потому что, как только у нас по отпуску, он продолжал что-то перестраивать или строить, или достраивать. Сегодня мы не имеем даже строителей. Потому что очень многое, что сегодня построено в России и за рубежом, это построено руками наших молдавских прославленных строителей, которые не могли найти работу в республике, хорошо оплачиваемую работу. И вынуждены были уехать на заработки за рубеж. И многие действительно пустили корни. И возвращаться не собирается. Вот в чем проблема, я вижу. То есть, нету того притягательного образа страны, который бы заставлял человека думать, вот еще немножко, еще чуть-чуть, и я обязательно вернусь домой. Вот если такое чувство появится, то, я думаю, любого президента ждет только удача и успех. Это заставит людей, наших граждан, вернуться обратно в страну. Ну, я уверен, что будущего президента ждет и решение одной из таких наболевших проблем. Это воссоединение страны. Мы разделенная страна. У нас есть регион, который не контролируется сегодня Кишиневым. Регион, в котором уже выросло не одно поколение, которое считает себя гражданином, то есть, или не считает себя гражданином Молдова. Но вот эту проблему надо будет решать. И вот буквально накануне нашего с вами разговора в Молдове побывал вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин. Вы следили за его визитом? Да, следил за его визитом. И должен сказать, что большую часть его визита, как я понимаю, он посвятил Приднестровью. Но я хотел вам сказать, Станислав, если внимательно смотреть за главными игроками на политической сцене мира, то в конечном итоге их мнение по отношению к Молдове едино. И Соединенные Штаты, и Россия без конца декларирует одно. Молдовия – целостное, неделимое государство. Значит, вся проблема все-таки лежит внутри нашей страны. Я не отделяю Приднестровье от Молдовы. Я считаю, что в конечном итоге руководители, дай бог, что нормально пройдут президентские выборы и в Молдове, и сейчас пройдут в Приднестровье, и новые руководители, которые займут эти высокие государственные посты, наконец-то встретятся, и, может быть, мы начнем как-то решать этот вопрос. В конечном итоге убежден, что нам суждено жить вместе. Я не хочу сейчас обсуждать прелести Федерации, Конфедерации и так далее. Но посмотрите, Европа живет в едином доме. Европа живет в едином доме. Хотя каждая страна по-своему уникальна, интересна и так далее. Тем не менее, они создали Европейский Союз. Вспомните, в каком доме до недавнего времени, еще 25-27 лет назад, мы жили в Советском Союзе. Чтобы мы не говорили, правильно сказал Владимир Владимирович Путин, что тот, кто радуется развалу Советскому Союзу, тот не имеет сердца. Так вот, мы жили в единой стране, и у нее, конечно, как у каждой страны были свои достижения, свои недостатки. Но если бы мы действительно любили эту страну и совершенствовали ее, то, может быть, мы так бы и остались в единой стране, помогая друг другу строить, жить и так далее. Я убежден, что вопрос в Приднестровске, при желании, при страстном желании и той, и другой стороны, мы можем решить без того, чтобы иметь формат 5 плюс 2, и встречаться по данному вопросу где угодно, только не в Молдове. Мы без конца только слышали, что встретились в Лондоне, встретились в Брюсселе, встретились в Австрии и так далее. Я считаю, что этот вопрос надо решать в Молдове. Поехать в Бартушаны или в Каушаны, сесть там, поговорить, выпить по стакану доброго вина и в конечном итоге закопать топор войны. Он никому не нужен, потому что время идет, и оно отрицательно сказывается из этой ситуации и на положении в нашей стране, и на положении Приднестровья. А если учесть, как меняется вокруг нашей страны общая политическая обстановка, ведь еще недавно будем говорить, у Приднестровья же не было никаких проблем с Украиной. А сегодня мы читаем, что Украина полным ходом укрепляет границу с Приднестровьем. Строит там какие-то... Фактически это Ди Юра, это граница Республики Молдова. Да, это граница... А жили бы в одной стране, я думаю, мы бы давно какие-то вопросы решили. Мне кажется, мы должны просто пойти друг к другу навстречу. Сколько той жизни нам суждено, если мы уже больше 25 лет, как его, не можем выстроить единое государство. Ведь живут же, как его, по системе конфедерации целый ряд государств. По системе Федера, да. Живут, и слава Богу, и живут, я насколько понимаю, преуспевающие. И буквально успешно. Роберт, спасибо вам за этот разговор. Я думаю, наши неспешные беседы всегда находят открыт в зрительской аудитории. И с чем-то соглашаются, с чем-то готовы, наверное, и поспорить. Но, тем не менее, точка зрения человека с большим, достаточно жизненным багажом и профессиональным опытом интересно зрителю, несомненно. Я думаю, что мы продолжим наши с вами беседы. По возможности будем встречаться и в рамках этой программы, а может быть и в рамках других. Будем ждать с удовольствием вас в наших студиях. Спасибо, Станислав, за приглашение. Мне было действительно очень приятно побывать в вашей новой студии. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в программе был главный редактор еженедельника, коммерсант «Инфо» Роберт Западинский. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»